Честный миллион за лёгкость, на подъём и преданность профессии. Это как раз про Александру Луковскую, врача общей практики. 8 лет назад девушка окончила Ивановскую медакадемию по специальности терапия. После учёбы в ВУЗе с мужем уехала по направлению в Кострому. Он работал в стоматологической поликлинике, я работала в обычной поликлинике взрослой терапевтом. Мы отработали там 3 года. Так как в Ивановской области вводились меры поддержки для молодых врачей, взвесили все за и против и решили вернуться. В Кохомской поликлинике Александра работает 5 лет. В начале карьеры решила попытать счастье, поучаствовав в федеральной программе «Земский доктор». Солидные подъёмные и меры поддержки в одночасье изменили её судьбу. Получила миллион по программе «Земский доктор». Миллион мы вложили в покупку жилья, который нам был необходим, так как своего жилья на тот момент у нас не было. 5 лет уже прошли, очень быстро я отработала этот миллион. И с удовольствием продолжаю в поликлинике работать. Родом Александра Луковская из Липецкой области. Сейчас возглавляет терапевтическое отделение в Кохомской поликлинике. У нас очень отзывчивые доктора. Всегда любой вопрос можно решить. Если требуется какая-то помощь, допустим, на приёме сложный пациент к любому врачу, к неврологу, к хирургу, к эндокринологу, можно всегда подойти, получить консультацию. То есть вне какой-то записи. То есть если человек действительно требует внимания, у нас доктора никогда не отказывают, всегда помогают. Александра считает своевременные меры поддержки молодым врачам – хорошее подспорье. По словам Ивановского губернатора, федеральные программы, такие как «Земский доктор», будут и дальше продолжены. Это подтвердили и в Минздраве. Программы останутся, так что знайте это, пользуйтесь. Но вы знаете, что наряду с программами федеральными у нас свои меры поддержки есть. Может быть, они не такие значительные, учитывая бюджетные возможности. Имею в виду, прежде всего, компенсацию части первоначального взноса по ипотеке, который мы для врачей предусмотрели. Кадровый дефицит в медицине есть. Проблема системного характера, утверждает глава региона. Однако, что благодаря родителям Александра Луковская стала врачом, ни на секунду не пожалела. Папа очень, ну как-то с уважением отзывался всегда о профессии. Когда пришло время выбирать профессию, как-то и вариантов особо, честно говоря, не было. Я сначала хотела в институт МВД поступать, но что-то меня остановило. Не знаю, не могу сказать. Александра уверена, что федеральные программы, такие как «Земский доктор», помогут решить проблему свободных вакансий, доукомплектовать штат врачей и облегчить нагрузку медиков. Число выпускников медуниверситета, которые остались работать в области, выросло в четыре раза. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс»